Новые паспортные фантазии кремлевского диктатора Владимира Путина в самом разгаре. Президент расширского государства все упрощает и упрощает процедуру получения гражданства Российской Федерации. Хоть желающих стать владельцем аусвайса все меньше, его раздают направо и налево. По сути, именно фактор присутствия людей с паспортами Российской Федерации на территории Украины как граждан Российской Федерации в вот этой вот парадигме российской пропаганды дает им некое моральное право якобы проводить вот эту свою так называемую спецоперацию. Новый документ, как и предыдущие, незаконный. Но, согласно ему, абсолютно все граждане Украины, а также личности без гражданства, имеют уникальную возможность обратиться в Российскую Федерацию и получить аусвайс в упрощенном порядке. Больше не требуется ничего. В ближайшие сроки, это около месяца, чуть больше месяца, выдавался уже этому человеку паспорт гражданина Российской Федерации. Изначально, с апреля 2019 года, такой чести удостоены были ли жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. То есть, таким образом, Российская Федерация намеревалась именно на территории так называемого ДНР и ЛНР создать некую видимость присутствия граждан Российской Федерации, которых нужно защищать вот киевские хунты. Но тогда ситуация существенно отличалась от сегодняшней. Дело в том, что в Донецкой и Луганской областях, временно оккупированных их части, там был следующий порядок получения этих паспортов. Если ты имеешь на руках паспорт так называемого ДНР и ЛНР, то ты автоматически должен получать так называемый паспорт Российской Федерации. Но на горьком опыте жителей так называемых ДНР и ЛНР можно понять, что ничего хорошего русская бумажка не несет. Они такие, скажем, даже более ущемленные, чем граждане Российской Федерации в своих правах. Ущемленные, поскольку не могут иметь прав на какие-либо медицинские льготы, на какие-либо страховые льготы, прочие какие-либо бюджетные моменты. То есть, фактически, будучи гражданином Российской Федерации, они все равно им как таковым не являются. Спустя несколько лет Владимир Путин решает, так сказать, расширить свои владения и начинает полномасштабную войну на территории Украины. И свой предыдущий указ дополняет, вписывая туда пункты о упрощении процедуры для жителей Херсонской и Запорожской областей. На сегодняшний день мы можем констатировать, что в Херсонской области, в Запорожской области, после того, как началась эта выдача, скажем так, второй заход по этой упрощенной программе, количество недостаточно. Ну, смешное там количество, единично приходили эти люди. А 11 июля руководитель расширского государства и вовсе упрощает получение гражданства для всех украинцев без исключения. Мы должны использовать полноценные меры по предотвращению подобного рода действий. С нашей стороны это достаточно жесткие меры по отношению к тем, кто добровольно намерен получать подобного рода паспорта по упрощенной системе. А со стороны международных партнеров это введение достаточно жестких санкций. Но если говорить откровенно, действия кремлевского диктатора очевидны и поддаются простым и банальным объяснениям. По сути, это исключительно элемент пропаганды. Это элемент воздействия именно на внутренней информационной площадке, на опять-таки уровне российских потребителей информационного фастфуда, которым постоянно вливаются в уши всякого рода пропаганда о том, что где-то ущемляют права русскоязычных, где-то там издеваются над русскоязычными и тому подобное. Эта история как минимум неплохой шанс в очередной раз продвинуть свою прикормленную пропаганду. Сейчас через всю территорию Украины пытаются таким образом распространить вот этот основной нарратив своей пропаганды о том, что на территории Украины большое количество граждан Российской Федерации, которых нужно защищать от вот этих всех неонацистов и бандеровцев. Российский аутсвайс – это далеко не билет, светлое и перспективное будущее. Такая себе лотерея, хотя сомнительный бонус точно есть. Но получив гражданство Российской Федерации, ты внегласно получаешь и обязательство умереть. Нет, даже не за родину, а за Владимира Путина. Ведь пушечное мясо имеет свойство заканчиваться, пополнять подразделения кем-то нужно, да и потери той самой второй армии мира далеко не маленькие. И из этого можно сделать очевидный вывод. Таким образом, мужчины, которые именно призывного возраста, получают подобного рода документы, но они рискуют не просто на 100, на все 146%. Учитывая количество, а точнее отсутствие желающих стать гражданами Российской Федерации, оккупанты прибегают к тому, с чем прекрасно умеют справляться. Шантаж ведь никто не отменял. В частности, это могут мотивировать опять-таки либо увольнениями, либо это могут мотивировать каким-то финансовым бонусом, единоразовыми выплатами при получении данного документа. Такие действия рашистского государства не имеют абсолютно никаких юридических оснований, что и подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины. Указанное решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права. Очевидно, что диктатор Путин имеет свои планы на Украину, и такие действия прямое тому доказательство. Но если провернуть манипуляцию в 2014 году ему частично удалось, то сейчас это под очень большим вопросом.